Всем добрый день, всех с праздником, родные лица очень много, с днем архитектора, здоровья всем крепкого, всем желаем все остальное, заработаете, все получится. Мы хотели немножко рассказать о нашем последнем опыте работы с памятниками архитектуры и каким образом эта работа была связана с архикадовским продуктом, с самой системой построения этих объектов. Давай, путь. Дальше, дальше и дальше. Все знают, с левой стороны от метро Арсенальная есть здание комендатуры, которое построено в 1850 году. Строили это еще как одно из последних сооружений Киевской фортете. И к этому объекту мы приступали как минимум несколько раз, периодичностью 3-4 года. До этого мы работали с памятниками архитектуры. И первый наш опыт, это была гостиница Рэдисона Ярославом Валу. Второй опыт, вот Денис сидит, это была гостиница Лейпциг. И вот это наш третий опыт работы с памятниками. И вот мы хотим просто рассказать, как происходила система организации этой работы и с чем мы сталкивались раньше и то, что происходит реально сейчас. Значит, наверное, самым показательным была работа по гостинице Лейпциг. По правилам реставрации для удобства работы были заказаны обмерные чертежи. И по этим обмерным чертежам мы получили облакоточек. И поэтому облакоточек мы делали рабочую документацию. Так, чтобы вы понимали, здание Лейпциг, оно стоит по улице Владимирской, потом идет в сторону Прорезной. Так вот, если провести горизонтальную линию от крайней левой точки по Владимирской до Прорезной, мы потеряли сколько, Денис? 20 сантиметров, да? 25 сантиметров здание вот таким вот образом ушло в сторону Крещатика. Была сделана работа, очень серьезная работа была сделана по этому облаку точек. Это был первый пример работы нашей с такими продуктами. И во что мы попали? Мы попали фактически в ситуацию, при которой, не знаю, кто-то сталкивался с этим, не сталкивался. Облакоточек, и вы получаете несколько миллионов точек вот этого объекта, памятника, в котором идет электронное сканирование всех этих поверхностей, и работать с ней. Мы, когда делали Лейпциг, мы не понимали, как работать с нами. Вот эта команда, которая делала облакоточек, мы вынуждены были постоянно давать им задания. Здесь делайте сечение, здесь сечение. Мы создавали свою архикадовскую модель, которая фактически была таким 50 на 50, правда, неправда. И фактически опыт был очень горький. Почему? Потому что очень много времени тратилось на вот эти все нюансы. Но так, чтобы вы просто понимали, учитывая, что окна уже наклонились, объект-памятник, тронуть нельзя его. Интерьерами занималась серьезная иностранная компания. Каждая шторка в этом здании, она не имеет повтора. Почему? Потому что фактически все это трапеция. Каждый раз вы получаете такую забавную трапецию. И когда мы фактически закончили, построили этот объект, мы знали, сколько там еще таких не очень чистых моментов в этом всем. В 2016 году мы делали концепцию на эту площадку с точки зрения этажности. Был конкурс по этой работе. И в 2020 году мы начали заниматься комендатурой уже как объектом-памятником. Давай пролистаем дальше. Просто я вам хочу показать, это все такое немножко лирика. Давай 3D-шку вот эту верхнюю. Потом вернемся к этим фотографиям. Что мы сейчас делаем? То есть мы сейчас делаем мультифункциональный комплекс, который состоит из... Наверное, 3D-шку просто верхнюю. Который состоит из двух частей. Одна часть — это реконструкция памятника архитектуры. И вторая часть — мы пристраиваем новый объем во дворе. То есть реконструкцию комендатуры мы закончили и сдали ее в эксплуатацию. То есть на это ушло где-то порядка полутора лет. И от концепции до реальной сдачи. И здесь, как раз имея вот этот горький негативный опыт работы по Лейпцигу, мы получили партнера, достаточно гибкую компанию, которая по нашему просьбе, по нашему требованию вот эту облако точек, она фактически превратила в архикадовскую модель. И мы не принимали у них работу, пока мы этот архикад не получили, и пока мы его не отюзали и не проверили, что действительно все это работает, действительно каждая точка это есть. В здании, которое мы говорили на Владимирской перепад, там был 250 миллиметров, здесь вот угла до угла где-то порядка 150. То есть если вы знаете, от Никольских ворот здание треснуло и в свое время ползло в сторону Днепра. То есть проектными работами мы остановили это движение и полностью отработали укрепление, там все то, что было надо. То есть была сделана модель архикадовская, и на базе этой модели до этого у нас была концепция. По концепции мы отработали общие планировочные решения. Был очень длинный, не знаю, если этот проект кто-то знает, ему уже, наверное, лет 10. На этом месте, после того, когда построили здание на Крушевского, тут были 20-этажные, 25-этажные, и 18- и 16-этажные дома. То есть с этой концепцией мы выходили на управление охраной памятников, и вот эта высота, которая задана 25 метров существующего объема, и реконструкция того здания, которое мы сейчас закончили по ней работу. То есть получив эту архикадовскую модель и отработав ее, ну что было очень много, то есть замечания, там она крутилась, не крутилась, было очень много проблем. То есть вы видите у здания ни одного реально прямого угла, оно все, в каждом помещении там можно, тут тоже ни горизонтали, ничего получить практически невозможно. И вот эта качественная модель, она фактически позволила нам вот в этот очень сжатый период времени сделать проектную документацию. Мы работаем на этом проекте с компанией BPM, то есть все, что мы делаем в архикаде благодаря Максиму и команде сопровождения со стороны BPM, мы это все конвертируем в IFC модель, и та команда работает, там идет Revit в основном у них, и это достаточно быстро и корректно все получается. То есть по результату, по результату, да, вот мы очень переживали, потому что по гостинице Лейпциг постоянные выходы на авторский надзор, какие-то замеры какие-то там, какие-то проблемы постоянно были, очень много крови, очень много времени сдали. Здесь на авторский надзор мы были два раза всего, и фактически вот качественно подготовленная модель позволила нам этот памятник отработать вот в том виде, как мы получили, в достаточно быстром режиме и достаточно с хорошим качеством. Давай немножко покажем по фоткам. То есть была собрана очень интересная команда, то есть объект-памятник архитектуры. Значит, мы работали с УК в проект реставрации, значит, с нами работала главный архитектор Наталья Дыховична, если знаете, это главный архитектор реставрации Мариинского дворца, у нее очень интересное портфолио, очень-очень сильный специалист. И что было очень приятно, потому что до этого у нас тоже были вещи, которые не пошли в работу, но был такой, знаете, принцип, который закладывался, вот объект-памятник, трогать его нельзя, то есть если реставрация, вот как стоит, вот так пусть он себе разрушается дальше по схеме. Есть ли так ионные проемы? То есть у нас фактически при выполнении этой работы, ну вот допустим, можно пусть эту фотку оставить, если вы помните, на первом этаже у этого объекта были бойницы, то есть объект фортификационный, делать нельзя ничего, было, еще даже в 2016 году, когда мы работали, мы отработали с реставраторами проект реставрации с пристосованием, если вы сейчас попадете на этот объект, с левой стороны там сейчас Риберни, правая там Макдональдс и куча там сидит разных компаний, то есть мы несколько раз выходили на это общество охраны памятников, разные там уровни, Минкульты, городские органы, все-все-все. И мы уговорили все-таки вот эти бойницы расширить до размера нормальной входной двери и дали возможность этому зданию фактически быть мультифункциональным, то есть в любой оконный проем, который раньше был, вы можете зайти и выйти, то есть любой арендатор, который заходит сейчас, он фактически получает полную гибкость по работе. Может есть еще другие где-то фотки по... Покажи еще чуть-чуть по... По... Ну вот это объект, то, что было сделано в свое время, то есть мы поменяли отметки вверх, мы полностью сейчас сделали эксплуатируемую верхнюю мансарду, здание полностью сейчас уже сдано под аренду, и фактически, ну опять же, там понятно, с чего мы здесь собрались, мы все хвалим архикад, то есть не будучи вот этой цепочкой причинно-следственных связей от обмеров до выдачи документации, но мы бы еще сидели года два-три здесь точно, не выгребли бы это все. Поэтому, значит, по дальнейшей работе... 3D-шку покажи, пожалуйста. По дальнейшей работе мы сейчас продолжаем работать по вот этой второй части, и в структуре... Давайте я вам еще одну штуку покажу интересную, давай ситуационный план немножко назад. То есть что мы сейчас пытаемся сделать? У нас... Еще назад. Еще назад. Еще назад. Вот видите, вот эту желтую ось мы провели. Никольские ворота, когда они были построены в 1850 году, это был вход на территорию Киева. Слева были валы, справа были валы. То есть публика шла по улице Сечевый, Среди Цирк, доходила до этих ворот, потом попадала в зону Марининского парка и попадала в Старый город. Сейчас идут переговоры активные по восстановлению исторической справедливости, и мы будем делать все, и делаем все для того, чтобы вот эту связь восстановить, и чтобы она заработала так, как это было раньше сделано. Вторая часть после комендатуры. Там есть кофр, это старые склады, оружейные склады, они сейчас тоже находятся в отработке у нас. И вот то, что касается самой посадки, то, что касается... Сейчас тоже зашли ребята, меряю эту вторую часть. 3D-шку покажи, пожалуйста. То есть мы сейчас отмоделили уже полностью новую архитектуру, увязали это все с вот этим кофром, который там старый, вот этот проезд, проход, который мы хотим сделать. И сейчас вот на этой большой модели идет отработка как новой части, увязка той второй части реконструкции, так и вот этот фонарь, который мы пытаемся создать, там тоже до миллиметров, увязка старой и новой части. Что еще? Что еще? Ну, пожалуй, все. То есть готовы ответить на вопросы, ваше время больше не задерживать. Наш регламент закон. Паново, если есть вопросы к нашим спикерам, пожалуйста, поднимайте руку с удовольствием от домового микрофона. Есть вопросы к спикеру? Так, есть вопросы. Дайте, пожалуйста, микрофон. Натиснуйте кнопку, чтобы зелено загорелось. Натисните, пожалуйста, левую ручку кнопку. Добрый день. Меня зовут Алексей. Вот по ситуационной схеме, вот жовтая весть. Насколько я знаю, она у вас потрапляет в Грушевского 9, хіба там є прохід, чи він дозволений там прохід, так? Значит, смотрите, мы подняли достаточно много материалов архивных, и к своему счастью, вот если вы видите, внизу такая красивая трехчасная арочка, объект Грушевского 9 согласовывался при условии пропуска людей из метро в Арсенальне в Ленинский парк. Мы эти архивы нашли. Сейчас наши заказчики ведут активные переговоры. Мы сейчас отрисовали, как можно сделать концепцию безопасности для жителей. Мы понимаем, дом непростой, но если делать правое и левое кольцо с точки зрения security, люди могут пройти. То есть мы все нарисовали, ждем, что это все-таки свершится. Прохода нет. Эта территория сейчас полностью закрыта по периметру, но мы это показывали в городской администрации, мы это показывали в Министерстве культуры. То есть каждый протокол, который мы получаем, Минкульт. Мы показали, рекомендуем на стол. Градсовет, мы рекомендуем на стол. То есть мы делаем все, чтобы эта штука состоялась. Будет работать, это будет бомба для Киева, конечно, очень классно. Чие еще запитания в залу? Так, будь ласка, отдави микрофон, Леварыч. Там же был не просто проход, там же был от Мариинского парка, когда убрали этот самый центральный вход и парады там как раз проходили. Так что там не просто этот Грушевского мешает. Там же ось не просто на парк, а на Мариинский дворец. Давай ситуационный план. Смотрите, мы даже мечтать не можем, чтобы уйти дальше, потому что вы видите, система улиц парковых, она сложилась как сложилась. Ну да, там в свое время провели вот это, разрушили часть стены и сделали ту улицу, которая сейчас есть. А на самом деле раньше же основная улица... Да, она была вот такой, да. То есть парк создали, сделали парковые дорожки, и так это все. Там еще очень забавный момент. Там же разобрали часть стены. Да. Вот там, где комендатура стоит. Там же дальше была стена. С левой стороны была стена, да. Да-да-да, по истории да, мы знаем. И очень смешно вот этот кофр, о котором мы говорим. То есть она скоро откроется, можно будет подойти. Там реальный вот такого размера замок. И каждый вечер там был ключник, почти как в Лондоне, как в Таоре. Был ключник, значит, он закрывал этот город изнутри на замок, и был разводной мост. То есть немцы делали разводной мост, то есть там такая штучка уходила в сторону. Очень забавно. Мы хотим это попытаться все восстановить. Попробуем. Чи залишилось еще запитание до наших спикеров? Если так, то поднимите, пожалуйста, руку. Так, вот девчина, дайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Я была немного связана с частью этого здания. Мы проектировали Тумо, если вы знаете, в одном из крыльев. Я хотела спросить, когда вы делали съемку этого здания, вы и внутри тоже делали? Потому что у нас там были очень много проблем, когда нам давали владельцы здания, ну, нам давали только ДВЖ планы, и у нас очень было много несостыковок. Именно когда уже работали дизайнеры, мы двигали постоянно эти стены, не могли понять, как нам соединиться с вашим зданием, потому что постоянно мы перемиряли, проверяли, и постоянно были какие-то несостыковки. Во-первых, респект вашей команде. Отработали просто шикарно. То есть там сидит юношеский вот этот каворкинг Тумо. Мы у вас были на экскурсии, первое лицо ваше нас пригласило, все показало. Отлично сделано по дизайну, отлично сделано с точки зрения сохранения памятников, сделаны учебные заведения, то есть фактически сделали ребята коробочка в коробочке, то есть не трогая своды. Внутри сделаны кубические прямоугольные формы, в которых организованы учебные процессы, кинозалы, атриумы, просто бомба. Надо было войти в интернет, найти нас и получить 3D-модель. Внутри все это сделано. Все ступеньки, вот все, что лестницы. Я еще раз говорю, без модели это здание мы бы еще ходили, мерили, еще делали. Ну мы сами отрисовывали заново ее, поэтому спасибо. В следующий раз обращайтесь и все. Спасибо. Вот же, чие еще и еще запитания, дайте, будь ласка, в центр микрофон. Спасибо, спасибо. Спасибо. Добрый день. Позвольте несколько тилетанских вопросов задать. Скажите, спрашиваю, как житель Киева. Как житель Киева, могу ли я как-нибудь влиять на внешний облик того проекта, который я видел на визуализациях? Проходили ли уже общественные слушания? И как это происходит? Если я могу влиять, то как это происходит? Спасибо. Значит, этот объект в течение года выходил на разные уровни рассмотрений. Значит, он был в Киевской организации управления охраной памятников, был на общественных слушаниях управления охраной памятников, был на республиканском уровне. в том виде, в котором проходят общественные слушания, допустим, в той же Великобритании, в которой мы знаем, как это все организовано. Я думаю, что он не проходил, он не проходил. Почему? Потому что, если вы знаете, общественные слушания должны проходить только объекты ДПТ и объекты градостроительной документации. Объекты объемного проектирования, они проходят специализированные все эти рассмотрения. Органы охраны памятника, которые рассматривают, они принимают наши материалы, они проводят консультации. Там очень такая большая процедура проходит. То, что мы видим, допустим, в Великобритании, что такое грамматический слух, а не в Великобритании, но это четко прописано регламентным законом. То есть есть муниципалитет, в муниципалитете выставляются градостроительно важные объекты. Эти градостроительно важные объекты минимум 2-3 месяца находятся в фойе. И есть система таких стикеров, есть система записей специальных. Общественность высказывается по поводу этого проекта. После этих общественных обсуждений собирается вот такой вот зал, и авторы проекта говорят, видели, читали, с этим согласны, с этим не согласны. И там немножко другая процедура проходит. Здесь по правовой цепочке и по правовой цепочке общественные слушания проходить не должны были. Как и являнин, то, что вот вы говорите, влиять на эти проекты. Ну, будет законодательное поле, будет понятно, как с этим работать. Пока такого поля законодательного нет. Понял, спасибо. Еще одно запитание, это первый ряд, будь ласка. А, вы бачите, так, можно. Спасибо за вашу работу. Хотела спросить, а можете хотя бы вкратце рассказать, что сейчас с отелем на Владимирской? Какая его судьба? Он все еще стоит в лесах. Вроде бы и красиво, сняли уже были внешние леса, осталось только снизу. Знаете, есть в Киеве несколько мест, там их три, я знаю, абсолютно четко. Как говорится, что с бабкой нару было. То есть на этом объекте разоряется уже, ну, даже немножко не так. Разорилось три компании, четвертая компания сейчас находится в судебных тяжбах. Значит, когда мы приступили к проектированию этого объекта, Денис тоже был на этой или не был, значит, входит новый подрядчик, не знаю, знаете, не знаете, этот объект инвестирует англичанин, муж, певица, не знаю, как, муж кого, ну, неважно. То есть белая красивая женщина, а это ее муж, англичанин, да. Значит, когда он совершил сделку по покупке этого объекта, а он покупал, это там львовские корни были, то есть три компании до него на этом объекте разорились. Ну и, значит, наш украинский представитель девелопера, он сказал, слушай, ну порогло на месте, давайте что-то делать. И у нас была целая процедура, это было очень смешно, пригласили церковников, значит, они все это ходили там, шептали, сделали первую сваю, на дно сваи уложили, там какую-то специальную просверку, нифига не помогло. То есть, что произошло сейчас? Значит, компания Renaissance Construction, это турецкая компания, которая, считай, наверное, одна из самых сильных компаний в Европе сейчас. Они очень много строят в Европе, они строят и в Великобритании, и в Вене очень много. Так что вы понимали, вот, допустим, Москва-Сити, 80% Renaissance Construction, башня Газпрома в Санкт-Петербурге, это тоже Renaissance Construction. И когда они зашли на наши рынки и получили вот этот отель в работу, ну мы думали, господи, слава богу, ну вот слава богу, появилась компания, которая все это сделает. И вот эта компания, при всех тех надзорах, там были как минимум несколько компаний, которые за всем этим следили, когда пошла трещина, и когда наши подвальные этажи оказались залиты водой, сейчас идут суды, сейчас идут суды между подрядчиком и нашим заказчиком, пока суды не закончены. Компания Renaissance, нашему великому сожалению, она ушла с украинского рынка, она не осталась на украинском рынке. Именно после этого события, хотя, я считаю, очень сильной компанией. И мы ждем, когда закончатся все суды. Общестрой полностью готов, интерьерная часть полностью отработана очень серьезной компанией, но объект находится в стадии судебных разбирательств. Вот такое горе, к сожалению. У нас есть еще одно запитание, от вашей ряд. Дайте бы, ласка, микрофон. Добрый день, я ваш коллега. Я хотел уточнить с целью приобретения опыта. Я правильно понимаю, что когда получали уже обмеры здесь, на арсенальность, с облаком точек, специальным условием было получить не абстрактную, сотни гигабайт облака точек, неудобоверимые для работы, а адаптированную модель уже. Потому что горький опыт на липсике, когда получили вот эту вот кашу всего, которую невозможно крутить, ни на одном компьютере, разбивать, делить, то тут уже надо, вы уже были осторожны и... Да, то, что мы рекомендуем, просто если люди действительно этим занимаются, все думают облако точек, потом что-то сделают. Нифига не против. То есть у нас это закладывается в проект, то есть облако точек должно быть конвертировано в архикадовскую модель, и тогда мы эту работу готовы принять. Иначе нет. Вот со своим облаком точек можете ходить, пока не закончите все. Есть еще одно запитание. Давайте днем вот так уж микрофон леворуч. Добрый день. Меня зовут Алексей. Технически вот продолжу вопрос. Когда вам отдают файл архикада и внутри облака точек, вы по этому облаку точек строите заново архикадовские стены, подбираете под облако точек. Как это преобразовывается облако точек в бим-элементы архикада? Смотрите, нам, наверное, на объекте арсенальной очень повезло. Почему? Потому что мы имели очень мотивированную компанию, молодые ребята, которые действительно любят Киев и которые не сказали ребятам, что хотите, то и делайте. То есть они свое облако точек, они, не мы. Потому что мы бы это не сделали, сразу говорю. Они это облако точек переводили в архикадовскую модель, передали нам. Были проблемы, они еще раз сделали. То есть они довели облако точек до архикадовской модели, которую мы получили уже как исходные данные для проектирования по объекту. Сами мы бы не сделали. Мы пытались это делать. То есть вы получили реально стены, проемы, все это архикадовские элементы, которые можно было редактировать. Да, так точно. Экстерьерная часть, интерьерная часть, все это было вылизано. То есть они перемоделили архикадовскими элементами. Да, как они это делали? Я не знаю, как они это делали, честно говорю, но тот результат, который хотели, мы получили. Это очень вскорило все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова